Датская сказка с русским колоритом. Во всех кинотеатрах России стартовал прокат фильма «Огниво». Сказочный семейный блокбастер создан при участии телеканала «Россия». Чем отличается отечественная версия от оригинала, что ожидают зрители, понравилась ли им экранизация. Альбина Ламкова продолжит тему. Для детей, да еще всем школьным классам, поход в кино стал настоящим событием. Под впечатлением от увиденной сказки ребята от просмотра делятся эмоциями, а другие только в предвкушении. Современная экранизация «Гнива», снята Александром Войтинским, практически ничего общего с оригинальной сказкой Андерсона не имеет. Но дети этого еще не знают. Нам очень интересно посмотреть эту сказку про смелого солдата, который шел домой. Ему навстречу шла баба Яга и предложила зайти в комнату. Тут суть идет про любовь, про деньги, про друзей, про храбрость, про солдата. Когда он зашел к бабе Яге в дом, она его закрыла, и ему приходилось проходить через комнаты, через испытания. Штаска учит, чтобы быть смелым и храбрым. Фильмы на большом экране. Это очень интересно и захватывающе. Дети вспоминают о солдате, о его приключениях, которыми можно вдохновиться. В отечественной версии иначе. Ваня – обычный парень, который притворяется солдатом и даже иностранным принцем. Карты играешь, монетки бросаешь, народ на рынке думаешь. Создателям фильма удалось воплотить незамысловатый сюжет в формат настоящего блокбастера. Более того, на экране появились персонажи многих русских сказок, что не может оставить равнодушным наших зрителей. Из оригинала осталось только Огнива. В нем заключена юная слепая царевна Даша. Огнива по сюжету попадает в руки Вани, и ему предстоит разрушить чары колдуна Лиходея. «Не пойду я в горы. Маршрут перестроен». Вместе с освобожденной принцессой и дерзким говорящим механическим конем Ваня отправляется в путешествие. Сюжетные перепития захватывают и удивляют даже тех, кто знаком с первоисточником. Поход в кино стал для ребят чем-то большим, чем просто развлечением. Это большая возможность окунуться в мир фантазии, почувствовать себя частью событий на экране, переживая за героями их приключения. Сказка очень интересная, мне понравилось. Много интересных эффектов и волшебства. Там не только Огнива, но еще и волшебная книга, и птица, которая исполняет все желания. Замечательная экранизация по произведению датского писателя Ганса Христиана Андерсона. Это в новом прочтении на больших экранах нашего кинотеатра. Фильм действительно по сюжету очень увлекательный. Человек, который знает сказку, знает поэтапно, что будет в фильме происходить, но есть неожиданные повороты. Я уверена, что нашему зрителю понравится. Превратится ли Ваня из хитрого эгоиста в благородного героя? Справится ли со всеми испытаниями? И удастся ли ему спасти царевну Дашу? Узнаете, посмотрев фильм в кинотеатре. Альбина Ламкова, Олег Молхожик, Вести Корчаева, Чекисия.